Очень много деток, а как правило, мы говорим о том, что среди респираторных заболеваний вирусных очень часто мы встречаем, что с вами какой список ОРЗ, ОРВИ, вирусные заболевания, грипп так называемый и в настоящие годы, последующие, может быть, лет 5, активизировался остро, это ротовирус, ротовирусная инфекция. Чем отличается, отличается ли вообще лечение и профилактика? Да, отличается. Дело в том, что преимущественно избирательное, скажем, предпочтение для ротовируса, это прежде всего дети, детский возраст, младший, это младший, средний возраст, это молодые люди. Болеют ли такие старенькие люди, пожилые люди, как я, болеют, но крайне редко, потому что не любят вот такой организм уже, значит, ротовирус, любят маленький, значит, страдает часть. Чем вообще это чревато? Ну, переболел ребёнок, да, ну, пролечили, ну, пошёл в сад, пошёл в школу. Дело в том, что мы не задумываемся часто о последствиях ротовирусных инфекций, какую интервенцию он привносит в организм, что оставляет, какие последствия оставляет ли вообще. Да, действительно оставляет, потому что поражение идёт, если при гриппе, значит, мы часто видим преимущественно это почка, лёгкое сердечко, то при ротовирусных всегда осложнение, и органы шеи – это желудочно-кишечный тракт. И симптоматика очень часто – это рвота, это диспепсия, послабление, слабый стул, то есть мы говорим о том, что идёт обезвоживание, ребёнок очень страдает, если мы говорим вот как раз об этом возрасте. Значит, экупировать нам необходимо обязательно не классическими методами, привычными, А обязательно мы сюда включаем противовирусные и ещё и антибактериальные препараты. Как правило, при гриппе это так не работает. А здесь при как раз осложнениях и вообще, скажем, как только начинаются первые признаки ротовирусной инфекции, обязательно назначаем вяжущие средства. Это тоже антибактериальные вяжущие средства. Значит, это прежде всего у нас противовирусные сначала. Что у нас стоит? Осокорь, каросины, да? Таволга, монарда, настойка чичигова, помните? Пасконника. То есть вот такой ряд очень большой. Это из тех столпов, которые мы с вами знаем. А воздействие, значит, как антибактериальный фон и вяжущие, тоже великий сон травм. Прежде всего наша королева, кровохлёбка, да? Обязательно малышу что делаем? Берём чайную ложечку или берёте столовую ложку, делаем концентрат, а потом разбавляем. Классическая дозировка. Столовая ложка на пол-литра воды. Доводим до кипения. Кипятим полчаса. И не сливаем. Пусть вот материруется, пусть она настаивается, плавает. Не сливаем. Дело в том, что вы уже давно знаете, что кровохлёбка ещё имеет замечательные свойства консерванта в самом себе. Она просто не прикисает, не скисает очень долго. Поэтому вот можете минимум, ну как бы, ну скажем так, 2-3 дня её хранить. В прохладном месте, даже при комнатной температуре. Переставите в холодильник. Здесь, пожалуйста, и 5 дней. То есть для трав это обычно очень много нереально. А кровохлёбка стоит очень хорошо. Достаете из холодильника, разбавротливаете, допустим, если это маленький ребёнок, буквально из пипетки. Если крошка заболела, буквально капельно. По 3-5 капелечек разбавляя водой. На 3-5 капель это порядка где-то, ну скажем так, 2 столовых ложки воды. Для самых маленьких до года. Представляете, 3-5 капель на 2 столовых ложки воды. И вот эту водичку уже мамочка выпаивает. Чайными ложечками, пипеточками. Как малышу будет лучше. Значит, иногда более, скажем, даже до 10 капель на 2 столовых ложки. На 2 столовых ложки, если действительно уже неукротимые поносы, диспепсии, рвоты. То есть замечательно работает кровохлёбка. Работает также корень колгана. Но кровохлёбка как-то больше употребительна. Почему? Потому что у нас здесь антибактериальный эффект природовирусной инфекции. И вяжущие, значит, возможности, да, есть у этой травы, у этого корня. А ещё мы говорим воздействие на последствия. Потому что интервенция ротовируса очень серьёзная. Потому что ребёнка вывели из состояния. Повели уже в ясли, в детский сад, в школу. А создалась база для развития хроники, хронизации процесса. Изменений глубоких в тканях желудочно-кишечного тракта. В частности, когда-то это может даже вылиться в атрофический гастрит. И опластический гастрит. Представляете? То есть вот такие процессы аплазии могут возникать в будущем. А изначально это могло быть дано отправной точкой в ротовирусных как раз поражений. Имейте в виду, и работать на дальний прицел надо. Назначать обязательно тысячелистник надо в чаях. Бронхолёгочный сбор назначили, но туда обязательно пусть входит тысячелистник. Непременно. Я уже вам говорила, что не являясь прямым бронхолёгочной прямой травой, по прямым показаниям, прекрасное воздействие даже при астме. Помните? Несмотря на то, что семейство сложноцветных порой рецидивов возникает, у тысячелистника такого просто нет. Мы можем даже моно давать в виде слегка такой лёгкой горечи, в виде напитка давать можно. Так что имейте в виду. Может, если у вас нет кровохлёбки, выступать такой роли осина, караосины. Может? Как вяжущее средство. Может. Вот как раз здесь видите, как антибактериальное средство, кровохлёбка, вяжущее, работает как раз с длительными моментами на будущее, чтобы погасить все катары, все воспаления, которые принёс, ту интервенцию, которую принёс ротовирус как раз. А караосины, она будет работать как антибактериальное и как противовирусное. И работать будет как вяжущее. Посмотрите, как важно иметь в аптечке каруосины. Что ещё мы можем назначить вот здесь? Обязательно пробиотики. Желательно. Это лактобактерии типа Норине. Обязательно. Это любые лактобифидобактерии, которые показаны для этого ребёнка на данный момент. Я думаю, педиатр всегда это назначит. Правильно. Но вот здесь вот в обход каких-то моментов, если ваш педиатр не гибкий и не приемлет, скажем, фитотерапию травы, вы можете сами, зная вот эти, иметь основу вот этих знаний, уже дополнить, скажем, лечение. Это очень важно. И ребёнок очень быстро выйдет. И купируются вот эти состояния. Потому что эти две травы, корень кровоохлёбки и караосины, очень хорошо повышают и тонус, скажем, организма в данный момент. Потому что десенсибилизация очень сильная здесь. И аллергики страдают очень сильно, и слабость очень сильная. Ну, скажем так, мы с вами можем сейчас для несведущих только вот этот блок. А для вас дальше я дам ещё более глубже информацию. Пожалуйста. А для противоположного? И, конечно, сейчас... Секундочку, Ром. И очень важно питание, рацион питания. Вот здесь и пища должна быть, конечно, соответствующая, безусловно. Щадящее питание. Наши мамочки обычно что делают? Кормят дитя своё, кормят, кормят. Немножко избавить, оградить, дать возможности не на переваривание пищи энергию направить, а разгрузить организм, делать пищу какую-то щадящую, очень лёгкой. Уйти на питьё, на морсы. Именно те, которые не раздражают слизистые, а вяжущие действия имеют. Здесь как раз грушевый отвар добавлением черники. Черника имеет свойство, ну, скажем так, природовирусной инфекции просто необыкновенное. Вообще, скажем, черника – это чудо из чудес. То, что вообще существует в природе, это ягода, это, ну, я не знаю, это находка. Это находка, это находка и подарок Божий. Потому что все мы знаем, что, значит, то, что содержится в чернике, очень важно. Но главный аспект – это антоцианы, те красители, которые делают её окраску такой вот тёмной. Вместе с тем, сами по себе антоцианы могут выступать как антибиотики в какой-то степени. Противовоспалительного ряда очень серьёзно. Одновременно, скажем, противоопухолевые действия имеют. Что ещё? Антоцианы сами имеют провоспалительное действие, работают с мембранами клеточными, укрепляют клеточную мембрану. Есть работы, которые доказательные медицины сейчас показывают, что антоцианы, как красители, имеют способность лизировать очень многие бактерии. То есть именно подвергать их разрушению. Ещё некий аспект – редкоземельный такой металл, как лантан, находится в чернике. Это уникальная составляющая. Потому что в какой-то степени лантаны, редкоземельные металлы, мы знаем о макро- и микроэлементах, ультра- микроэлементах. Но именно редкоземельные металлы, их свойства ещё настолько до конца не изучены. Но уже даже то, что мы знаем, повергает просто в изумление. Потому что, например, если брать средства в науках, допустим, нефтехимии, газобурения, вернее, нефтебурения, скважины, когда в бурении как раз вот эти редкоземельные материалы используют для того, чтобы все возможности техники имело меньше износ. Понимаете, да? То есть самое интересное, как будет вот эта самая способность работать в организме человека, я начинаю перекладывать сюда. И что мы видим? Очень активно используется косметология. Это отдельный момент. Если интересно, я его расскажу. Да. Знаете, да? Я интересна. Вам интересно. Расскажу. Но нас сейчас интересует черника как всё-таки приложение сюда. Так вот, антоцианы работают здесь. И что самое интересное, что у лантанов, которые содержатся в чернике, есть способность изотопная. Вот это используется и в онкологии. Способность накапливаться в онкоклетке и разрушать её. Представляете? Это вот у нашей ягодки чернички. Вот такая феноменальная способность. Ощущение, что нам до конца даже не раскрывают эти секреты. Но поэтому вы будете это уже знать. И более того, где-то конфликтует с кальцием лантан. И что самое интересное, не отдаёт осаждаться именно солями кальция. Кальцию в костях. А работает с укреплением как раз и возможности прочности кости. Представляете как? Биохимически. Вот это очень-очень интересно. При ротовирусных инфекциях, значит так, антоцианы вместе с лантанами и лантанолидами, именно в чернике, работают великолепно. И антибактериальный эффект, ну где-то как противовоспалительный, повышается в несколько раз. Потому что где-то на каком-то уровне приобретают свойства прогормональные. По уровню именно гормонов. Снимает воспаление очень быстро. А вы знаете, что мы когда говорим о синтетических гормонах, да, это удар, это молот. И правильное назначение специалистов только может быть, и может иногда помощью, и выводить организм из очень тяжелых состояний. Но когда мы имеем с вами гормональный фон в растении, это очень щадяще. Это очень, скажем, мягко. И правильно опять воздействуя, мы можем получать очень интересный эффект. Так вот, в обычной чернике, когда мы даем ребенку чернику, а речь идет, конечно, о чернике, собранной только в зонах чистых, без радиоактивности повышенной, конечно. Мы поэтому этот аспект и не рассматриваем. Речь идет только о здоровом продукте, правильно? Скажем, вот здесь, вот здесь мы как раз видим, что повышаются, конечно, лечебные свойства наших прописей. Просто введение в рацион обычной черники. Если уже делаем морсы и черника, и клюква у нас с вами, где-то взвар, так называемый, груша, особенно дички, это очень здорово, это все будет работать. Кизил очень хорошо будет работать у кизила. Но кизил – это не наша ягода, она привозная. Но тем не менее, чтобы вы знали, антибактериальный эффект очень-очень серьезный. А черника свежая или сушеная? Речь идет вот о свежей чернике или о замороженной, которую вы размораживаете. Потому что такого эффекта, закрепляющего сильного, как у сухой, у свежей черники нет. И только если она в сухом виде, а у нее имеется вот такой эффект. Поэтому ребенку при ротовирусных вот этих всех поражений вы можете также заваривать, а еще лучше не заваривать, а давать пожевать в сухом виде, просто вот ягоду черники, в сухом виде. Так что умница. Это один из аспектов.